Об этом уже несколько дней говорит вся Мордовия. В пятницу, 6 августа, Центральный банк отозвал лицензию КАЭС-банка. С самого утра все счета вкладчиков оказались замороженными. Не перевести, не снять наличные деньги они уже не могли. Ситуация осложняется еще и тем, что КАЭС-банк реализует несколько социальных проектов. Его закрытие может сказаться и на республиканском рынке труда. Там работает более 500 человек. Один из главных акционеров и руководители КАЭС-банка – депутат Государственного собрания Владимир Грибанов. Ему и было предоставлено слово. Я член партии, считаю себя серьезным и порядочным человеком. Поэтому в этой ситуации прошу вас всех поверить, что я буду вести себя максимально открыто, прозрачно. Наверное, вы знаете, что проезд в транспорте не останавливался, он продолжается. И вот эта акция со скидкой 5 рублей, она работает. На сегодняшний день по этому проекту выбирается банк-партнер. Ну, это один из федеральных банков. Какой конкретно, наверное, я пока не скажу. Сотрудников офисов увольнять не планируют. На их базе хотят создать платежное агентство одного из федеральных банков. И он должен сохранить все виды платежей, в том числе и коммунальные. Завтра, 10 августа, откроется отделение банка. Там будут работать с кредитами физических лиц, а также разъяснять ситуацию вкладчикам. Владимир Грибанов пообещал произвести все выплаты даже выше страховой суммы. Эта ситуация на контроле у руководителя республики и правительства. КСБанк являлся участником системы страхования вкладов. Именно поэтому сейчас временная администрация введена по управлению кредитной организацией. Совместно с агентством по страхованию вкладов уверяют в списке тех, кто имеет право на получение страховой выплаты. В соответствии с законодательством, страховые выплаты должны начаться не позднее 20 августа. Это крайняя дата. Мы делаем все, чтобы выплаты начались раньше. Это, в принципе, возможно. Пожар на территории заповедника имени Смедовича – еще одна обсуждаемая тема. Он возник из-за сухой грозы. Площадь открытого горения – около 70 гектаров. На территории заповедника развернут оперативный штаб. На помощь пожарной Мордовии приехали огнеборцы из других регионов. Выехала Росгвардия. На месте ситуацию оценили Артем Сдунов и Владимир Сидоров. Кроме того, привлечено на сегодняшний день 8 вертолетов Ми-8. 6 единиц вертолетов. Самолеты Ил-76, 6 единиц Б-200. Это противопожарный самолет, одна единица. На сегодняшний день сделана уже авиация 247 вылетов и сброшено 2345 тонн воды. Артем Сдунов принял решение выделить дополнительные средства на срочные нужды. Это питание, покупка инвентаря и противопожарного оборудования. Деньги уже доведены. Этот пожар в очередной раз поднял тему несовершенства законодательства по сбору валежника. Именно он часто становится причиной пожаров в лесах. Можно убирать определенного размера, нельзя применять бензопилы и всего прочего. Нам нужно сегодня изучить все использование валежника, в каких вот это целях, и подготовить инициативу свою для корректировки федерального закона, а затем закон Республики Мордовия. Уже второй год не уходит с повестки дня коронавирус. Сейчас в Мордовии развернуто 1550 коек для лечения пациентов с этой инфекцией. Более 700 человек на кислородной поддержке. Цифры, которые настораживают во вторую волну, было развернуто больше коек, но значительно меньшему количеству пациентов требовался кислород. Еще один момент. Ни один человек, который сейчас находится в реанимации, не вакцинирован. А между тем тяжело начали болеть дети. Ровно год назад, выступая перед вами, я сказал такую вещь, что, конечно, это беда, которая пришла на территорию Российской Федерации, Республики Мордовия, но будет трагедия, если будут болеть дети. Сегодня у нас два ребенка, год и семь месяцев, и 11 лет в тяжелом состоянии в реанимации инфекционной больницы. Изменить ситуацию сможет только прививочная компания. В Мордовии сейчас есть четыре вакцины. Также пришел спутник «Лайт». Он рассчитан на тех, кто переболел или сделал прививку полгода назад. Кроме того, на сессии обсуждался бюджет Мордовии и соглашение Республиканского министерства с Министерством финансов России. Эти законопроекты направлены на улучшение кредитной ситуации Мордовии. Обе инициативы были поддержаны депутатами. Были внесены изменения в закон о госрегулировании розничного оборота алкоголя, продукцию, в которой меньше 15% спирта, можно будет продавать с 9 до 23 часов. Также депутаты поддержали инициативу законодателей Татарстана, а именно предложение ужесточить ответственность за хранение и незаконное приобретение огнестрельного оружия. Это связано с трагедией в Казанской школе. Евгений Косрис и Сергей Соколов. Народные новости.